Здравствуйте, меня зовут Павел Степаненко, мы на земле. Это программа о том, что происходит в агропромышленном комплексе Мордовии и вокруг него. В самом начале выпуска поговорим о новости, которая заставила напрячься многих в Поволжье, да и за его пределами тоже. Соседней с нами Чуваши, сибирская язва. Опасная инфекция, которой болеют животные и заражают людей. В среду стало известно о двоих заболевших жителях Цивильского муниципального округа. Их начали лечить, контактных взяли под наблюдение, устанавливают источник распространения заразы. В Мордовии сейчас все спокойно, но органы, ответственные за санитарное благополучие людей и здоровье животных, повысили бдительность. О том, что известно сейчас, Евгений Волков. В истории Мордовии уже неоднократно на дорогах республики появлялись посты ветеринарного контроля. Досматривался транспорт, проверялись сопроводительные документы на животноводческую продукцию, проводилась дезинфекция автомобилей. Так, например, действовали во время распространения африканской чумы свиней. Существует протокол действия и в отношении сибирской язвы. Пока санитарные кордоны не планируется устанавливать. У нас в республике ситуация по сибирской язве благополучная. Последние случаи сибирской язвы были зарегистрированы в 1999 году, когда в случае вспышки у крупного рогатого скота в Розаевском муниципальном районе у нас заболело 6 человек. После этого случай не регистрируется, но вы слышали, что в Чувашской республике два случая заболевания у людей зарегистрированы. Поэтому, считаем, нужно напомнить об этом заболевании. Проведенное эпидемиологическое расследование в Чувашии установило, что заражение местных жителей сибирской язвой произошло после разделки туши быка. Само мясо затем продали неизвестному лицу на федеральной автомобильной дороге МСМ «Волга». Сейчас определяется, в каком направлении его увезли. На всякий случай Управление Россельхознадзора по Мордовии предупредило руководство всех социальных, медицинских и образовательных учреждений об особом внимании при совершении закупок. Без ветеринарного сопроводителя документов или без клеймения категорически не покупать мясопродукт, не только говядину, будем так говорить, потому что опасность инфекционных заболеваний может возрастать. Сибирская язва, которая на сегодняшний день является особо опасным, особо это на сегодняшний день, если смотреть по десятибальной шкале, это 10 баллов. Специалисты говорят, что почти вся территория России может считаться одним большим скотобогильником. Во времена СССР туши мертвых животных просто закапывались в ямы. Никаких специальных мер для защиты почвы и подземных вод от сибирской язвы не принималось. Возбудителем сибирской язвы является бактерия, которая образует споры. Эти споры могут длительно сохраняться в окружающей среде, они очень устойчивы и в почве очень длительно сохраняются. Источником инфекции для человека являются сельскохозяйственные животные. Это крупный рогатый скот, овцы, козы, олени, верблюды, свиньи, а также недостаточно термически обработанная пищевая продукция от животных. На территории России есть два постоянно действующих очага вспышек сибирской язвы. Это Дагестан и Ямал-Аненский автономный округ. На севере страны распространителем инфекции становятся олени. При своевременном обращении к врачам людей удается спасти. В Чувашии медики тоже дают положительный прогноз. Пока подтверждено инфицирование двоих человек. Еще более сотни находятся под наблюдением. Новость, к которой переходим сейчас, была бы первой. В выпуске не свались нам на голову сибирская язва. В республиканском АПК знаковое событие. Аграрии вышли в поле. Об этом на своем официальном интернет-портале сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Мордовии. Как указано в сообщении, одними из первых в поле выехали аграрии Атимарской птицефабрики. В отделениях предприятия, которые обрабатывают землю Большеберезняковского района, они начали подкармливать озимые культуры. По состоянию на утро среды, амячную селитру и другие удобрения внесли уже на площади свыше 400 гектаров. Первыми имеют возможность начать сезон хозяйства, в парке которых есть современные машины, оказывающие наименьшее давление на грунт и не вязнущие даже на переувлажненных полях. Остальные сельхозпредприятия включатся в весеннюю полевую компанию, когда позволит погода. Всего под урожай 2023 года в республике посеяно 166 тысяч гектаров озимых культур. 151 тысячи из них приходится на озимую пшеницу. На начало агросезона приходится один из самых весенних праздников, Международный женский день 8 марта. Современные женщины осваивают все больше профессий, которые еще недавно считались исключительно мужскими. И сегодня мало кого удивляет женщина-водолаз или даже пилот самолета. Наш репортаж посвящен женщине, которая научилась бороться с природой и выигрывать у нее. Агроном Вера Кочурина – героиня нашего следующего сюжета. Я думаю, что все-таки выбрала правильно. Пускай и говорят, что чисто мужская профессия, но она и женщине по силам. Я думаю, так. На пути к профессии Веру Кочурину не остановили ни стереотипы о мужском деле, ни ее успешная карьера чиновником в Отяшеве. Как и мечтала, вырвалась из душного офиса и стала агрономом. Теперь в ее подчинении многочисленный мужской коллектив. Но у нее хватает сил, упорства и знаний двигаться вперед. К весеннеполевым работам у нас пока еще идет дальнейшая работа. Но в основном техника процент готовности процентов на 60-65. То есть весь крупный инвентарь уже готовый. Например, к весеннеполевым работам будут задействованы у нас три пассивных комплекса. Они уже готовы. Она выросла в семье потомственных земледельцев, видела, как отец работает на тракторе и на комбайне. Помогала с домашним хозяйством для учебы, выбрала специальность, связанную с землей. Но не могла предположить, что станет агрономом большого и преуспевающего хозяйства. Теперь она отвечает за поля в Сабанчеевском. Расти двух детей, которые тоже хотят работать на своей земле. Продолжать семейное дело и испытать особую радость от первого убранного хлеба. Наверное, первое зерно, как говорят, пахнет хлебом, теплотой. Вот такой вот дождь вот дойдешь. Уже вот и настрой другое, и настроение другое. Да, видно, что, например, то, что мы сделали весь комплекс, начиная от весны и вплоть до уборки, уже смотришь на результат своего труда. С Верой Кочуриной говорим о том, как санкции изменили жизнь хозяйства. Ведь импортная техника нуждается в запчастях и программном обеспечении. Были импортные семена и технология. Ответ максимально прагматичный. То, что можно заменить на российское, заменили. А остальное идет к аграриям по параллельному импорту. В запчасти в основном все равно есть уже аналоги. Идет же импортозамещение, аналоги, заменяем аналогами. Но в основном импортная техника у нас то, что вот эти вот трактора Джонди и пассивные комплексы. Но, в принципе, по дефектовкам, уже сделали, например, по осени делали дефектовку на запасные части. Уже счета все, можно сказать, проплачены. Ждем поступления. Ожидается буквально дистрибьюторы на следующей неделе. С российскими центрами селекции Сабанчеевская работала и до санкций. Успели опробовать разные сорта на своей земле. Выбрать подходящие именно для своих участков. Под Яровы изложили больше 7 тысяч гектаров. Зерно, горох, сахарная свекла, рапс, травы и кукуруза. Последнее пойдет и на зерно, и на силос. Своим семенным материалом мы обеспечены полностью. Проблем с семенами у нас нет. Семена сахарной свеклы у нас поступают через сахарный завод. Я могу сказать, что по этому году никаких проблем нет с поставками семян. Сейчас самое главное, чтобы погода позволила отработать посевную на 100%. А дальше труд, знание и вера, что все это окупится большим урожаем. Борщевик Сосновского, который захватывает все новые территории и один за другим превращает неиспользуемые участки земли. В ядовитые заросли, оказывается, может приносить пользу человеку. Свойства его сока, а именно способность на свету разрушать клетки, можно использовать в медицине. Ученые МГУ имени Огарева разработали лекарственную форму с противоопухолевой активностью. Наночастицы экстракта борщевика Сосновского после облучения ультрафиолетом вызывают гибель раковых клеток. С сырьем для нового препарата в Мордовии проблем не будет. Лекарственная форма создана на основе экстракта борщевика Сосновского. Наночастицы активного вещества вводились в организм лабораторных животных с помощью липосомального раствора. Это позволило препарату лучше проникать в ткани и накапливаться в опухолях. Мы вводили внутривенно наш липосомальный препарат, после чего ультрафиолетовым светом облучали конкретно опухолевый узел. Облучили, производили несколько раз, введение тоже производили несколько раз, после чего фиксировали размер опухолевого узла, и нами было зафиксировано его уменьшение, а в некоторых случаях полное излечение лабораторных животных. Сейчас в лаборатории фармакокинетики и таргетной фармакотерапии проходят для клинических испытаний новой лекарственной формы. Фиксируются различные воздействия на животных в зависимости от дозировки активного вещества. Разумеется, речи об испытаниях на людях не ведется, однако приблизительное состояние лабораторных мышей соответствует первой-второй стадии рака у человека. Это, можно сказать, очередной большой шаг в сторону терапии онкозаболеваний, и мы надеемся, что дальнейшие исследования покажут еще большую эффективность разрабатываемого препарата. Разработка отличается высокой точностью действия. Это позволяет говорить о низкой вероятности развития побочных эффектов и отсутствии влияния на же неспособность здоровых клеток. После введения лекарственного средства, воздействие ультрафиолетом производится только на опухоль. Без облучения действующее вещество не связывается со здоровыми клетками и выводится из организма без вреда для него. Мои научные руководители, это Куликов Олег Александрович Епитаев, Николай Анатольевич, они обсуждали между собой достаточно классическую идею, что все есть лекарства, все есть яд, все дело в доте, и они решили попробовать какое-нибудь очень ядовитое растение и лечить им опухолевые заболевания. В частности, есть такой достаточно классический пример, препарат Паклитоксел, он впервые, вещество, которое там используется, был впервые обнаружен в каретису. Подумали, что, возможно, удастся найти что-то подобное в врачевике, потому что он достаточно токсичный, он вызывает сильные ожоги, а ожоги – это что? Это некроз. Разработка новой лекарственной формы проводится в рамках стратегического проекта МГУ имени Огарева «Медицина будущего» по программе Минобранауки «Приоритет-2030». Возвращение в оборот пустующих земель сельхозназначения, борьба с оборотом недоброкачественной и фальсифицированной сельхозпродукции, мониторинг безопасности продуктов животного происхождения в учреждениях социальной сферы обсуждали на встрече главы Мордовии Артема Сдунова и руководителя Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Виктора Кейдяева. Посвящена была встрече подведения итогов работы ведомства в минувшем году. Все так же актуальным остается вопрос переориентации работы ведомства с надзорной деятельностью на профилактическую. На практике это означает, что проверок хозяйствующих субъектов будет становиться меньше. Количество профилактических мероприятий в два раза превышает количество контрольных надзорных мероприятий. Если можно, тогда пробегусь по цифрам. Это хорошо, что превышает или нет? Конечно. То есть вы не доводите до контрольных надзорных мероприятий в рамках профилактических мероприятий? Конечно. С 2022 года в управлении проведено 1226 контрольных надзорных мероприятий, 2087 профилактических, 2217 мероприятий по досмотру грузов, выявлено нарушение 1026. На сегодняшний день в отрасли АПК Мордовии трудится более 30 тысяч человек. Предприятия готовы принять еще 785 специалистов. Где их взять? Обсуждали на семинаре в Аграрном институте МГУ имени Огарева. Развитие аграрного образования высшего и среднего, кадровые проблемы республиканского АПК и взаимодействие учебных заведений с теми, кто работает на земле. Основные темы диалога. Сельскохозяйственное производство Мордовии заинтересовано в притоке молодых кадров. Сегодня на рынке труда ищут механизаторов и ветврачей, зоотехников, агрономов, операторов машинного доения и водителей. Как подготовить качественных специалистов для ведущей отрасли региона говорили на ежегодном семинаре по развитию аграрного образования. Для нас всегда был крайне важен вопрос кадрового обеспечения конпромышленного комплекса. Сейчас этот вопрос еще более приобрет необходимые и нужные требования к нам в том числе для организации подготовки и закрепления кадров на селе. В республике, как многие уже знают, из присутствующих действий государственная программа по поддержке кадров ВПК. И есть меры, которые направлены на мотивацию нашей молодежи оставаться на селе и выбирать аграрные специальности. Подробнее об этом в своем докладе говорил профильный министр. Еще с 2015 года в республике реализуется программа поддержки кадров. На 1 марта текущего года ее участниками стали 241 молодой специалист и 72 студента. В рамках модернизации в будущем поддержку смогут получать и представители рабочих специальностей с единовременной выплатой на покупку или строительство жилья. Другая федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий» позволяет привлекать специалистов на село. Это улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях путем предоставления собственных услуг. Это предоставление жилья по договору на его жилом помещении. Получательными являются граждане, работающие на сельских территориях, независимо от формы собственной традиционной сферы деятельности. Построено жилье, передается в муниципальную собственность или совместную с работодателем и передается гражданину в пользование условия коммерческого найда. Мордовия – регион аграрный, а потому уровень образования студентов вуза напрямую влияет на будущее ведущей отрасли республики. Но вот незадача с каждым годом выпускников все меньше, а соответственно абитуриентов тоже крайне мало. С этого начал свой доклад Петр Синин, первый проректор МГУ имени Огарева. Еще меньше выпускников выбирает для ЕГЭ естественно-научные предметы. Таким образом на аграрные специальности поступают по остаточному принципу. А львиной доли поступивших светит армия. Если сегодня, что озвучил министр обороны, что мы в армии начнем призывать 21 года, то тогда этот вопрос решится очень хорошо. Значит, он заканчивает СПО, поступает в университет, университет, и у него уже отсрочка дает. Если эта система сработает, то, конечно, это будет еще один большой плюс в нашем образовании. Также Петр Синин предлагает вернуться к специалитету четкой цепочки подготовки кадров, существовавшей в советской системе высшего образования. Агроинженеры получали специальность прямо в поле. При Балонской системе вузы выпускают бакалавров первого уровня. Диплом есть, а практики нет. То есть они прекрасно работали на полях и закрепляли все теоретические знания практически могут. В Европе нет ни одного бакалавра и магистра в инженерии. Ни в одном государстве Европы. Балонский процесс работает в Европе на частично естественно-научных и в основном на гуманитарных специальностях. Поэтому мы эти свои все предложения будем отстаивать и предлагать. И я думаю, совершенно другой результат мы получим, если мы вернемся к специалитету. Специалистов для отрасли АПК в Мордовии также готовят 9 колледжей и техникумов. Сегодня в них получают в среднее образование 3386 человек, рассказала Юлия Грызулина. И назвала самую популярную специальность – эксплуатация и ремонт сельхозоборудования. Ее получают 974 человека. Важнейший показатель эффективности подготовки кадров – трудоустройство. У нас это не менее 76%, примерно вторая позиция в ПФО. По профильным колледжам наибольший процент трудоустройства у нас в Топеевском колледже весной и молочной промышленности 73,5%. И в том числе высокий результат обеспечивается за счет эффективного использования механизма целевого обучения. В минувшем году по подготовке кадров по запросам работодателя Мордовия вышла на третье место по Приволжскому округу и стала пятой в России. А после перезагрузки системы СПО за счет программы «Профессионалитет» мы сможем еще улучшить показатели. Уже в этом году в республике начнет работу единственный в России образовательный кластер по переработке молока и мяса. Главное, к чему в итоге пришли все докладчики – необходимо укреплять дружбу и расширять сотрудничество между региональной властью, сельхозпроизводителями, образованием и наукой. За 2023 год одно из крупнейших перерабатывающих предприятий Мордовии – сыродельный кабинет «Ичалковский» – вложит в модернизацию производственных мощностей больше миллиарда рублей. Об этом руководитель предприятий Николай Киреев рассказал во время встречи с руководителем региона Артемом Сдуновым. В этом году на комбинате планируют модернизировать холодильное оборудование, которое работает при температуре до минус 50 градусов. Там хранятся сырные закваски. Кроме этого, предприятие закупит систему для упаковки плавленных сыров в гофрокороба, а также системы микрофильтрации рассола и очистки воды. Прошлый год сыродельный кабинет «Ичалковский» закончил с 11-процентным ростом объемов производства. В сутки он выпускает 30 тонн сыра и 75 наименований продукции из натурального коровьего молока. Средняя заработная плата на предприятии сейчас более 55 тысяч рублей в месяц. Это один из самых высоких показателей в отрасли переработки сельскохозяйственной продукции по Мордовии. Храм в селе Пушкино Рамадановского района, освященный в честь воскресения Христова еще в 19 веке, увенчался куполами. События, которого здесь ждали больше столетия. Последние 11 лет здесь активно восстанавливают приход, закрытый и разграбленный в годы богоборчества. Помогают местные верующие и сторонние благотворители. Мои коллеги видели, как поднимают купола. Радостный звон колоколов возвещает о знаменательном событии. Не только для жителей Пушкино. В минувшую субботу к Воскресенскому храму съехались верующие из разных сел. Рамадановского района и даже из Саранска. Больше века прошло с тех пор, как богоборцы закрыли и разграбили местный приход. В наши дни к нему уже вернулся голос, а теперь и купола. Это и есть знак восстановления нашей веры, а значит и того света, который по-настоящему делает нас сильными. И народ объединяет и вокруг этих святынь, и объединяет в любви к родине, крепости семьи, к нашим добрым православным устоям. Видели сегодня светлые глаза людей, какая радость, радость победы. Народ этого ждал целое столетие. Поэтому мы разделяем со всеми эту радость и надеемся, что и в дальнейшем будут восстанавливаться эти порушенные святыни. Купола делали мордовские умельцы прямо под открытым небом. В основании металлопрофильные трубы сверху нитрит титана. Пять золотых маковок выросли буквально за три месяца. После молебна архиерей приступил к чину их освящения. Благословляется и освящается проплением воды всей священной. Моим отца и сила, и все это будет по-настоящему. Через несколько минут один из куполов уже воспарит над крышей храма. А ведь этого могло и не случиться. Не окажись, Валентина Малкова в нужное время, в нужном месте, в далеком 2011 году. Что там ходит, обмеряет-то. Захожу и там батюшка с матушкой. И строитель. Я говорю, а вы что хотели? Он говорит, да вот хотим тут молельный дом открыть. Я говорю, послушайте, там все тоже рушится. Я говорю, а может быть лучше бы начать восстанавливать храм наш, настоящий, пушкинский, который был красивее во всей Мордовии. Он говорит, а поедемте посмотрим. Мы приехали сюда, посмотрели. Вот все. Он говорит, наверное, и правда надо это здесь начать. Людей сначала ходило очень много. Вот полон храм был, когда вот все восстанавливали. Никто не отказывался. Все приходили, все помогали. И продолжают помогать уже 11 лет, отметил отец Николай. Исключительно на средства прихожан сначала восстановили трапезную часть, чтобы можно было богослужение проводить. Отапливали буржуйкой. А более серьезные работы начались тут два года назад. Появились люди, захотевшие помочь нам восстановить этот храм. Не только храм, но с ним, естественно, и духовность, и доброту, и любовь. Чтобы людям жилось легче. И сегодняшний день с Божьей помощью нам оказывают помощь некоторые люди пожертвованиями. Кто-то помогает. Вот в частности в Ромаданском районе сахарный завод. Он помогает техникой своей. И вот сегодня вы можете видеть кран, который бесплатно нам Александр Иванович выделил. Да Бог ему здравеет. Машина с пожарной части. Саранска приехала. Тоже бесплатно выделили. Пока монтажники примеряли маковки с крестами на главке храма одну за другой, верующие не расходились по домам. Снимали радостное преображение святыни на камеры своих смартфонов. И Чалки, Ромаданово, Константиновка. Туда ходили. А ждали свой. Мы очень рады и благодарны и главе республики, и жителям, и всем нашим спонсорам, что помогли нам в таком великом деле. С июля прошлого года здесь временно приостановили службы. Пришлось перебраться в здание бывшей конторы для того, чтобы избавить храм от запаха аммиачной селитры. Много лет его использовали как склад для удобрений. И пропитались как грунт, так и стены. И нам приходилось очень большую работу выполнять, чтобы нейтрализовать этот запах. Там, не знаю, тонны, тонны, тонны земли ядовитой вывезли. Вместо нее завезли глину, там гидроизоляцию положили, бетоном залили. И вот для того, чтобы эту работу проделать, нам пришлось отсюда с июля месяца съехать. Следующая работа – это заштукатурить вот эти вот барабаны. После чего приступим, если Господь сподобит, к монтировке, в общем, крышу будем ремонтить, крышу делать. Нам нужно обязательно покрыть крышу. А после этого уже можно начинать внутренние работы. Может, храм будет сухо. Ближайший праздник в Пушкино – престольный. А потому на Пасху верующие обязательно соберутся, как и положено, под сводами возрождаемого всем селом Воскресенского храма. На этом все. Сегодняшний выпуск нашей программы уже появился на всех наших официальных площадках в социальных сетях. Следующий выйдет через две недели – 31 марта. Сельскохозяйственный сезон стартовал, а значит, будет больше агрособытий и агроновостей. До встречи на земле! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова